здравствуйте дорогие наши зрители сегодня у нас пойдет речь о достаточно нетипичное поведение одной из крупнейших мировых торговых сетей я думаю что многие из вас слышали о том что существует такая сеть дешевых магазинов лидл она мировая сеть да их нет в россии и беларуси наверное в казахстане где сконцентрировано много наших зрителей на украине тоже их нет но все кто были в европе я думаю видели лидл лидл это дискаунтер это дешевые магазины как сказать дешевые у них есть группа достаточно дешевых товаров в принципе и то что это дешевые товары это не значит что они какая-то полная дрянь да то есть там есть разные товары достаточно качестве но по более дешевым ценам и вот значит к нам в латвии тоже пришел лидл вот сейчас то что вы видите на экране это собственно говоря окрестности одного из магазинов лидл лидл это немецкая фирма то есть и ассоциируется с немецким качеством да действительно когда к нам пришел лидл он то есть так с размахом как чувствуя за собой как достаточно хороший бэкграунд взялся за наведение порядка в своей сети то есть было объявлено что в латвии по моему откроется 14 магазинов или 15 не суть важно вот и то что все магазины откроются в одно время и вот то что вы видите огороженную забором территории это территория магазина лидл да то есть в одно время начали строить эти магазины где-то шло быстрее где-то медленнее но магазины строились и те которые достраивались раньше те стояли и ждали так сказать отстающих товарищей ну вот видите когда же цветочки посадили достаточно большая парковка то то есть не жмутся все как полагается есть вот эти вот зоны отчуждения между ними от полосочки то есть можно спокойно запарковать свою машину все было бы ничего и можно было бы сказать что ребята подошли достаточно хорошо и по уму к процессу своего внедрения на новый рынок в принципе лидлу рынок латвии достаточно маленький но как говорится чтоб было поставить галочку тем более что в литве лидл есть и в эстонии по-моему они открывались одновременно с латвией и латвия за счет своего географического положения которое находится между литвой и эстонией было выбрано местом где будет строиться логистический логистический центр лидла то есть вот если вот на данный момент как наведена камера вот прямо по улице по улице ехать вверх немножко проехать туда и там будет логистический центр магазины строили достаточно шибко и быстро вот и были возведены все было бы ничего если бы магазин не был бы уже практически готов может быть что-то еще внутри ковырялись марте двадцатого года как вы видите по кадрам на экране лидл до сих пор не работает вот видите вот там висит эта эмблемка это стандартный знак лидла все кто хоть раз видел магазин лидл в любой стране у них кружок на котором написано лидл то есть в начале объяснение того что мы не открываемся было значит пандемия то есть нельзя точнее нельзя но сопряжено с проблемами мы хотим открыться одновременно хорошо красиво ладно все понятно все понятно то есть не самые лучшие времена для открытия получились и кто же мог предвидеть такую вот ерунду хорошо еще раз напоминаю это было в марте двадцатого года марте двадцатого года то строение которое вы видите на экране выглядело ровно так же как она выглядит сейчас по моему единственное что попозже посадили это цветочки вот сейчас если вы обратите внимание она стоит она стоит уже год все рампы то есть этот кусок земли был куплен у со собственников здесь доходились кое-какие павильоны базара все оно было куплено выкуплено построена и вот уже больше года она стоит в том виде в котором есть значит причем что самое смешное в прошлом году было объявлено о наборе персонала в лидл вот чтобы вы не думали что я дурака валяя вот на можно увидеть на знаке парковки что это только для клиентов лидла соответственно в начале еще в марте там и где-то в апреле набрали более высокий персонал а уже в сентябре октябре набирался рядовой персонал то есть продавцы в магазин и даже была объявлена цена на бриге к примеру любой рабочий залопродавец в магазине лидл получал 6 евро в час бы то есть 6 евро в час это при 160 часовой неделе 960 евро вот для латвии для этой позиции в принципе это не плохие зарплаты учитывая что с них вычитываю вычитаю достаточно мало вот где-то это наверное 960 это где-то 670 для бездетного 650 на руки это для человека у которого нет детей у кого есть дети там вполне возможно и 700 получится потому что у нас есть скидки для детей вот чтобы вы не думали что это вот как бы единственный такое вот чудо стоит вот мы перемещаемся в другой район города риге он тут попал на кадр работающая торговая сеть риме как вы видите люди ходят все покупают причем она сравнительно тоже недавно построена на ее месте был устаревший магазин его снесли построили работают да есть какие-то свои проблемы есть какие-то свои напряги но как вы видите флаги висят вот висят соответственно бонерочки со скидками приходите закупайтесь как вы видите народ даже ходит закупаться и вот сейчас у нас на фоне появляется вы возможно узнали по по похожести строения и общей архитектурных форм это другой лидл в соседнем микрорайоне он надо он был застроен немножко позже потому что там жители сражались им что-то не устраивало что-то они там занимали как какую-то территорию где они там собачками гуляли и что они делали но факт тот что этот лидл тоже уже стоит год и что происходит сейчас мы перейдем улицу загорелся зеленый сигнал светофора переходить улицу на неразрешенный сигнал светофора нельзя самое смешное что если мы поедем на правый немножко повернем то мы найдем еще один такой же лидл который точно также стоит и не работает то тут я вам предлагаю поверить мне на слово потому что мы туда просто не пойдем потому что гуляли пешком и гуляя гулять по всем районам риге не самое интересное тоже все готово вот вы видите единственно что осталось нарисовать логотип лидла на этом кружочке который един во всех странах европы или причем лидл есть в очень многих странах и действительно пользуется наверное заслуженной популярностью потому что в лидле можно купить много товаров по очень интересным ценам зачастую на некоторые товары цены даже в два раза ниже чем примеру у конкурентов не на все но периодически они делают вот такие скидки и поэтому народ идет в лидл и если верить тому что висели по всему городу плакаты приходи работать в лидл даже в этот лидл должен быть уже набран персонал и то есть кто-то там уже числится вот в этом лидле пуртенс причем где-то сравнительно недалеко есть еще один лидл который точно также стоит и не работает да вот что вот не отнять у компании крупная компания все ухожено все чистенько то есть вот как я понимаю они должны заботиться о прилегающей территории они не заботиться а вот конкурент напротив тихонечко работает тут уже больше года с чем-то магазины стоят за консервированном состоянии да я понимаю что лидл насколько настолько гигантская компания что но ей как бы крошечный рынок латвии ну не особо важен да но вопрос люди милые зачем вы подавали объявления о том что вы набираете персонал о том что как бы вы строили магазин объявляли о том что все откроется я понимаю не лучшие времена но почему бы не открыться и просто работать да в несколько стесненных условиях несколько осложненных но работать вот видите ровно то же самое да только тут забор куда-то пропал частично даже чисто теоретически можно найти зайти на территорию но мы решили не нарушать это все облагороженная территория кто-то об этом заботится кто-то убирает кто-то зимой убирает снег кто-то осенью убирает листья но лидл стоит и не работает вот парковка есть а лидла нет и причем это вот оба магазина которые мы походили они в достаточно крупных районах риге вот и это не бедные районы это пускай это не настолько богатый центр но там лидлов нет но это район где живут достаточно состоятельный средний класс да то есть а вот магазин не работает вот эта загадка при том что немцы всегда славятся мало то что аккуратностью на способность извлекать копейку даже на пустом месте тут же просто деньги сжигаются в трубу чем это вызвано и чем это объяснимо мне сложно пояснить потому что да при всех некоторых нюансах нашей сегодняшней жизни открыться можно и работать можно работают наши все остальные сети лидл же стоит огороженный во всех городах латвии куда нам набран персонал за 6 евро в час в риге и за 580 соответственно в более мелкие города в районные центры где соответственно цены ниже что ж ответить на этот вопрос я не могу а вам я надеюсь что это видео понравилось а если вам понравилось то по традиции ставьте лайки подписывайтесь на канал вам не тяжело а нам все же приятно пишите комментарии можете кого какая-то информация если кто-то сможет пояснить в чем же этот кармический смысл вот того что стоят 14 или 15 магазинов по всей стране причем у него есть у этих магазинов есть руководство но магазины не работают и не работают уже больше года и черт его знает сколько они еще дальше будут не работать это это загадка но вот я мой разум этого понять не может я надеюсь что вам понравилось это видео а у нас еще много чего интересного для 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 вас есть так что до новых встреч в эфире чао